здравствуйте друзья мы с вами на канале эйтон тв в программе с большой буквы меня зовут марк горин со мной в студии мой очень интересный собеседник прошли ведь желать свимаген прошлом старший офицер израильской разведки потом посол нашей страны в украине и москве ныне старший научный сотрудник институт национальной безопасности израиля здравствуйте к вопросу национальной безопасности вот я вот все последние дни с тех пор как стрелять перестали прошло аж почти двое суток и стреляют или стреляют но не настолько это доходило в следующий раз мы там евровидение своим талантом трудом добились того что у нас евровидение мы же не купили как некоторые за еврейские деньги трудами талант или там шпионат мира по футболу страшно вы говорите по баскетболу придет мы должны будем спрашивать у хамаса разрешение проводить не проводить будет он стрелять поэтому не будет сколько он денег захочет и чьи это будут деньги кадрские или наши я понимаю вопрос ритрический да не знаю по нынешние времена трудно сказать давайте это просто не в конце потому что сейчас давайте объяснить что вдруг чего вдруг чего хотели но тут вопрос непростой потому что в конце концов неясно я говорю не ясно имею ввиду конечно наших друзей и зрителей нам обывателям не ясно что собственно происходило то что есть хамас это что они всегда занимаются национальным сортом терова и так далее это давно известно это что взяли есть те или иные возможности те или иные намерения по отношению к тем или иным палестинским анклавом это другой вопрос что вдруг из чего вдруг и я тут ищу логику событий вдруг и нежданно-негаданно хамас со товарищей добиться исламский джиад решили решились на эту авантюру ясно было с первого момента что она должна застопориться в течение двух дней ввиду приближения того же евровидения конечно те которые начинали не будучи или не прямо спиртного потому что у них не принято значит они были в трезвом виде они понимали что она делает они на они знали схема ними дело обстреляют население и заставить там всех съесть по убежищем и там и пустить столько-то ракет это одно но можно нарваться на ответ и нужно в конце концов как-то плачевно кончить и было понятно что с определенного этапа и выше топломка становится опасной поэтому до определенного этапа можно играть в эту игру один раз несколько лет или в пару лет и потом что-то надо за это заплатить в данном случае речь идет о том что тираль действительно казался в очень неудобном условно говоря международном положении потому что это сорвало бы евровидение и национальный праздник дня независимости это было очень больно бы израилю поэтому в этих условиях израиль был как в их понятии был более чувствительным поэтому можно было из него что этот вопрос чего-то кровь ведь кровь это хорошо что хотели хотели непосредственно чего-то получить от израиля результат не получили ничего хотели что-то передать так счет ничего нового нет тут есть проблема показать что они нервно реагируют на на что потому что в конце концов официально было объявлено что вы то что катар не передал деньги потому что израиль виноват как всегда он виноват но не виноват в этом случае тоже и непонятно что здесь происходит и поэтому было такое понятно одно что это это авантюра навсегда кратковременная и все основное зависит от реакции израиля что произошло потом если почему что произошло действительно сначала израиль реагировал на обычных на обычном уровне потом завысил планку и начали реагировать более обстоятельно в конце концов течение второго всего второго дня уже были за по очень нервные запросы со стороны хамаса о прекращении кто ввел всю эту всю эту политику после посредства это египет и между прочим он тоже но основной египет и египте сидели представители даже руководители хамаса и исламского джиада и те их уламывали и израиль это реагиров последние сутки была проблема потому что уже они запросили и но не переним не прекратили огня они вели свою политику но было ясно что-то идет концу чего хотели до данного момента ничего нового хочу напомнить как это началось началось какой-то провокации которую за день затеял исламский джиад были обстрелены снайперами снайпером израильские военнослужащие были ранены и естественно что это была провокация на которую нельзя не ответить это такие вещи реагируют соответственно была проведена какая-то там достаточно скромная нанесен какой-то скромный удар по каким-то там целям у хамаса джиада и на это они сразу ответили шквалом огня на что было запланированная провокация кому это надо все начинается с исламского джиада потому что исламский джиад затеял эту игру и вел ее очень активно в течение всего этого периода этого противостояния напоминаю исламский джиад это самостоятельная группировка хотя она относится к палестинскому вообще главу к лагерю и у них совместный какой-то общий знаменатель достаточно широкий но он стоит на более жестких позициях чем хамас не намерен разговаривать с израилем и так далее не участвует в разных там разборках но самое главное он так или иначе есть ставленник ирана и тут начинается новый виток я прошу прощения вот по ходу последних раз до момента хочу уточнить просто ради наших зрителей да в общем то и я сам хотел бы послушать самостоятельно а в газе может быть что-то самостоятельное от хамаса это первый вопрос второй вопрос это ставленники ирана сунниты да сейчас объясню да вот это хорошо в газе может быть потому что факсов что есть других нету других они были но их и убрали в смысле вычистили всю территорию зачистили поляну но смотрите хамаса так или иначе тоже не чужой в регионе не чужой в регионе и не чужой в ирана дома тоже потому что иран относится к нему тоже достаточно благосклонно и поэтому нельзя трогать джигат больше чем позволяет скажем в данном случае хозяин данном случае хозяин это иран чего хочет иран в данном я теперь говорю о предыстории вопроса они то что произошло сейчас иран поддерживает две основные группировки на границах с израилем это на севере хизбалла а на юге в газе это хамас и же с ними в основном исламский джаг который непосредственно его ставленник но хамас тоже получает от ирана поддержку деньги и много чего другого эти два анклава или две эти группировки которые кроме того наносит это определенный вред или там влияет на политику региона в ливане в сирии и так далее я говорю про хизбаллу и достаточно серьезная группировка но они разработаны и задействованы ираном по разным соображениям одно из основных это действительно рычаг давления на израиль или сдерживание израиль это у ирана действительно есть вид стратегического оружия которого он держит для того чтобы сдержать израиль если тот зайдет за определенную черту на которую скажем следует реагировать напоминаю что несколько последних лет идет конфликт не риторический конфликт а непосредственно конфликт на местности израиль наносит удары по ирану по иранским объектам в сирии и было достаточно много угроз о том что будут нанесены удары по иранской территории если не зайдут слишком далеко это два стратегических противника которые отдельный вопрос чего хотят друга друга это отдельный вопрос достаточно понятно что иран ведет свою политику так сказать создание своей империи в регионе создание своего влияния как основного политического игрока здесь для этого он в сирии для этого между прочим он и вливание и он в йемене и он в ираке это четвертое четыре направления в сирии пока плохо получается но в сирии израиль оперирует а в катаре и в катаре он еще не влияет они до или обмениваются мнениями иногда сотрудничают но это не вмешательство в катар как таковы хочу очень очень хочу дать виду сейчас весь последним траншем катарских денег в газу огромная сумма по моему рекордная 480 это вообще как это раз своя политика нет секунду я хочу задать вопрос что он хочет это 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 в интерес это катаре нашим взрослителям рассказывает сейчас стоит огромная американская военная база много лет понятно что у союзных штатов есть влияние на место пребывания и вообще они завтра уберут ее в египет с которым они на всю воде и дружба и катар и катар съедят собственные судитские соседи это понятно просто съедят вот богатый но маленький и дохвый просто съедят сауды и египет просто за то за отношение к братьям мусульманам за то что полфинансирует этих бандитов съедят пока там американская военная база его не трогают так это деньги идущие хамасу это с разрешения и понимание американцев или наоборот это затея чтобы их накормить перед планом трампа и показать что есть альтернатива американцам они работают они сами по себе хотят быть влиятельным игроком в регионе катар и поэтому он путается между ногами своих соседей играет в эту игру очень крутых игроков есть египет садовская аравия и между ним и он очень активен в разных там политических и журналистских между прочим аль джазир и в этих плоскостях поэтому у него своя политика тут получилось создалась возможность и будет возможность между прочим он из тех которые реализовал эту возможность как-то работать на и на палестинском участке все хотят там работать потому что это престижно поэтому катар стал действительно серьезным игроком серьезным чем более серьезное государство в регионе которых не слышно не видно а вот катар видно и слышно поэтому как далеко он зайдет и как далеко или как глубоко он обидит скажем на соединенные штаты или копнет слишком глубоко под египет или садовскую аравию это другой вопрос он очень осторожно играет но он играет это так предлагают услуги идет обмен мнениями скажем так но тут тут вопрос ирана это крутой игрок иран теперь после того что мы объяснили хочу напоминаю еще раз это неспроста за последние эти несколько лет начиная с пятнадцатого года россия иран совместно ведут правит этот балл в сирии ведут конфликт против тех и или иных сейчас не будем уточнять но они совместно работают на этом участке и в этом отношении израиль с россией как раз в основном находят общий язык все эти годы за исключением тех или иных экстенцев но не с ираном и поэтому иран однозначно и заявил россии тоже что он оставляет за собой право в сирии наносить удары по иран и по иранским объектам по своим соображениям и россия с этим созидательствует нормально должна с этим считаться с его присутствием и вдруг есть смена или сдвиг в разных там политических реалиях региона и тут получается новая проблема что произошло во первых оказывается что соединенные штаты при трампе с ираном плохо уживаются это не времена предыдущего мне обама для вам не обама и трамп сменил так сказать милость на гнев и ввел новые санкции европейцы с ним по этому вопросу обмениваются отрицательными мнениями но все же он ведет эту политику антииранскую политику в этом отношении сочетание американской политики и израильской израильской не только политики но и реалии на месте до отношению к ирану создает определенную обстановку негативно мы не считаем это пиар москва как бы к этому то мы сейчас помним авианосец который по пути туда но сейчас до авианосца еще москва тоже вдруг сменила курс и последние пару месяцев или даже скажу бы больше но реализуют последние пару месяцев а начала уже с прошлого года смену отношения отношения к присутствию ирана понимая что так или иначе иран воспринимается очень отрицательно соединенными штатами россии нужны нужны соединенные штаты нужно выходить на диалог и поэтому она готова так сказать отказаться от дружбы с ираном во имя достижения вращения я говорю нашим зрителям что взаимоотношениях москвы и тегерана непростых мы говорили в другой программе это как бы друзья если вас нет подробности мы подробно говорили об этом но в данном случае меня интересует тема вот нашей южной границы да 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 и но я к того почему что произошло с ираном да 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 и вдруг иран оказался в очень неприглядно положение в углу что мы послали и в сирии и соединенными штатами и давлением с разных сторон естественно в регионе его никто не любит его не любят потому что он угрожает всему регионы поэтому на него как говорится да катя давление со всех сторон и израиль в авангарде всего этого процесса и возвращаясь к израилю для этого иран держит эти присутствие своих рычагов давления это есть хизбалла ее вооружение которое он поставляет постоянно это и хамас который он постоянно поставляет откуда аркеты поставляет вооружение и деньги и другие виды помощи естественно уже непосредственно его там партнер это исламский джигад который не сунниты или сунниты не имеет значения не имеет значения что рассматривают именно исламскую революцию под ракурсом похожим на иранский смысле не важно какое государство важно что ислам все же победит и наведет порядок на этой планете это такие мнения ввиду всего этого иран на сей раз загрызнулся по моему и по моему он задействовал этот конфликт в газе для того чтобы вот это и есть с точки зрения это это послание иран а потом сказал говорят паровский дербалок осторожно ребята я воспринимаю эту обстановку плохо и он показал свои возможности мы знаем прекрасность и возможности описал этот балу и так далее и это еще только начало потому что если будет проблема у ирана в сирии он его в его видении эти два анклава начинают войну против израиля и конечно израиль с ними разберется но это не это не игрушка видите за эти два дня сколько там нанесено ударами вреда и ударами просто жертвы и разрушили так что если эти оба начинают конфликт с израилем то иран получает или передышку или одышку или получает возможность оказывать давление и так далее это было послание по моему это послание израиля поэтому само поведение хамаса и джиад я уже не упоминаю в этом контексте оно такое половинчато непонятно потому что 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 вдруг такой скандал и вдруг через два дня все нормально и ничего за это не получил получил там уступки в те же милицию за джа но ради этого надо идти на войну а израиль пригласил на сей раз израиль был в очень плохом положении потому что использовали именно его международную там мы возвращаемся к нашему первому вопросу использовали именно эту обстановку эти события евровидения и так далее которые ставили в израиль в положении что у него был ярко выраженный интерес кончится быстро поэтому сказали давайте кончать быстро но послание передано кем передано не хамасом а ирана хамас за это заработал сейчас до предупреждение израиля что мы еще с вами разберемся это это на повестке дня и поэтому хамаха хамас по моему сейчас нервно кусает ногти что кусает или локти да и выжидает следующей реакции израиля и по моему после евровидения это еще не конец по моему но это с хамасом и хамас так или иначе с ним тоже достаточно все ясно потому что приближается другой процесс и поэтому не с ним нет смысла сейчас наводить новый революционный порядок в газе потому что идет она движется на регион план трампа и план трампа учитывает и хамас тоже и газу тоже поэтому там там разберемся но хама хамасу понятно что у него есть открытый счет с израилем поэтому он очень осторожно себе уволь да да говорит но и последний но кто за этим стоял я сказал по моему зачем стоял иран и это было послание и это предупреждение это реакция на соединенные штаты и на россию и на израиль но в ответе напоминает движется армада в сторону присидского зализа буквально 20 секунд идет месяц рамадан святой для мусульман месяц буквально 20 секунд что с вашей точки будет раньше мы от трамп обещал обнародовать свой план после рамадана что будет раньше трамп доводит свой банк или мы ответим хамас он обнародует свой план у него нет интереса пока начинать большой войны условно говоря да в этом регионе поэтому сначала будет плана если они его отфутболят как говорят то тогда у них есть проблема с нерешенная проблема с израилем поэтому наверное это работает в пользу плана нынешняя обстановка но еще время покажет как всегда поговорим лет мусульмане лакуйся чтобы это было так будем надеяться что мы увидим уже не не на три дня четыре дня мир на наших южных границах одни что более устойчиво все еще есть какие-то вроде перспективы но я очень советую нашим зрителям ждать нашу следующую программу потому что я сам даже не знаю насколько интерес много интересного может рассказать там наш сегодняшний собеседник спасибо цвет спасибо всем устраивайте минуты на канале это тв